Будущее наступило. Учебный год для нового набора Лицея Академии Яндекс стартовал в Наринмаре. Что ждет будущих программистов в ближайшие два года обучения, смотрите в следующем сюжете. Всезнающая Алиса поприветствовала новых учеников Лицея Академии Яндекс. Для 17 обучающихся в учебных заведениях Нейнского округа начинается увлекательный процесс погружения в мир программирования. В их рядах и Данила Попов. На мой взгляд, Лицея Академии Яндекс – это отличная платформа для получения знаний в сфере IT-технологий, в сфере промышленного программирования. Первое, что хочется ожидать от этого проекта – это получение качественных знаний. В будущем Данила планирует связать свою жизнь с IT-сферой. Лицея Академии Яндекс видит идеальную возможность погрузиться в будущую профессию. И главной целью для Данила Попова на следующие два года стал язык программирования Python. Именно на изучении этого кита программирования строится учебная программа. Юлия Аканева, выпускница Лицея Академии Яндекс, поделилась своим опытом. Обучение в данном лицее помогло девушке занять призовое место на олимпиадном программировании на региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников по информатике. Я не ожидала, что такое могло произойти у нас в маленьком городочке. Это превосходно, что есть такая возможность у детей начать изучать программирование. Язык Python – это превосходное место. Я бы хотела еще раз закончить. Может быть, то же самое, но я бы повторила бы это. Данный проект реализуется с 2019 года. В этом году был первый выпуск лицеистов. Выпуск составил 14 человек. В этом году желающих поступить в лицей было 50. Во второй тур прошли 28 человек. По итогам всех испытаний и собеседований на обучение в 2021 году зачислено 17 человек. Данная программа рассчитана на два года. Первый год обучения ребята проходят основой языка Python. На втором году обучения уже ребята осваивают промышленное программирование и создают различные проекты. Проект лицея Академии Яндекс рекомендован автономной некоммерческой организацией «Цифровая экономика» и реализуется совместно с проектом «Кадры для цифровой экономики». В Ненинском автономном округе проект осуществляется под патронажем губернатора Юрия Бездудного и при финансовой поддержке компании «Лукойл» в рамках соглашения о сотрудничестве с администрацией региона. Катрина Тайбария, Вадим Стасюк, Телеканал «Север».